Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам еще один элемент. Он относится к сложным элементам, но я вам все покажу очень подробно и даже новичок все хорошо поймет. Поэтому не бойтесь! Выглядит элемент на схемах вот таким образом. Элемент состоит из пяти столбиков. Так как мы вяжем с вами справа налево, то первый столбик у нас вяжется с пятью накидами, потом с четырьмя, с тремя, с двумя и с одним накидом. Все эти столбики вяжутся в разные петелечки. На схемах, конечно же, указано, куда каждый столбик вставляется. Мы с вами просто провяжем в каждую петлю. И потом соединение столбиков, когда мы их провяжем, идет сначала первый со вторым, потом добавляется третий, потом четвертый и пятый. Теперь смотрите, как это выглядит на вязании. Мы делаем первый столбик. Он у нас состоит из пяти накидов. Один накид, второй, третий, четвертый и пятый. Находим точку вкалывания. Я отодвинусь побольше, чтобы вам хорошо было видно сам элемент. Находим точку вкалывания, вставляем крючок и провязываем наши пять накидов. Раз, петля с накидом, два, три, четыре и пять. Все вам так широко показываю, чтобы вам все было видно. Следующий столбик у нас четыре накида. Сделали. В следующую петельку вставляю крючок, вытягиваю нить и провязываю четыре накида. Один, второй, третий, четвертый. Следующий столбик с тремя накидами. Сделали накиды. В следующую петлю вставляем крючок, вытягиваем нить и провязываем три накида. Заметьте, мы не полностью столбики заканчиваем, провязываем только накиды. Все петельки собираем на крючочке. Следующий у нас столбик с двумя накидами. Делаем накиды. В следующую петлю вставляю крючок, провязываю два накида. И последний у нас столбик с одним накидом. Делаем накид. В последнюю петельку вставляем крючок, провязываем наш один накид. У нас получается 6 петель на крючке. Теперь соединять мы будем вот таким образом. Накидываем нить на крючок и провязываем первые две петли, тем самым соединив первый и второй столбик, точнее пятый и четвертый. Снова накидываем нить и провязываем опять же две петли, то есть теперь мы захватываем еще и третий столбик. Соединили, опять накинули нить, провязали следующие две петли, соединив еще один столбик. Опять накинули нить на крючок и провязали две последние петли, соединили и теперь провязываем последние две петли, соединив нашу уже цепочку. Вот такой получается у нас элемент. Давайте еще раз повторим. Сделаем несколько воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Сделаю несколько, чтобы подальше отступить. Делаем первый столбик, 5 накидов, 4, 5. Находим точку вкалывания, ну скажем вот сюда. Вытягиваем нить и провязываем наши накиды. Петля с накидом 1, петля с накидом 2, петля с накидом 3, петля с накидом 4 и петля с накидом 5. Оставляем на крючке эти две петли. Делаем следующий столбик. 1, 2, 3 и 4 накиды. В следующую петельку вставляю крючок, вытягиваю нить и провязываю эти накиды. 1, 2, 3 и 4. Опять оставляю эту петлю на крючке. Делаем три накида. Вставляем крючок в петлю, вытягиваем нить и провязываем три накида. следующий столбик у нас с двумя накидами. Вставляем крючок в петлю, вытягиваем нить и провязываем два накида. И последний столбик с одним накидом. Вставили крючок, вытянули нить и провязали этот накид. Дальше начинаем соединять сами столбики. Последний столбик, пятый и четвертый соединили. Нить захватили, четвертый и третий захватили. Нить захватываем, второй столбик соединили и с первым соединили. И соединяем уже с нашей цепочкой воздушной. Вот и все. На самом деле это не так-то и сложно. Попробуйте. И у вас обязательно все получится. Вот такие интересные элементы. Смотрите, тут еще такая вещь. Я вам в самых первых еще уроках говорила вот про эту ниточку. И как ее убрать я вам тоже говорила. То есть это дополнительный накид. Давайте я вам все-таки это покажу. Я сейчас вот это распущу и покажу, как эту ниточку убрать. Как вы помните, у нас столбики с пятью накидами. Первый столбик идет с пятью накидами. Мы делаем раз, два, три, четыре, пять накидов. И делаем еще один накид. Находим нашу петелечку. Вставляем крючок. И делаем первый опять же столбик из пяти наших накидов. Второй накид, третий накид, четвертый накид, цепляется нитка, пятый накид. Смотрите, в данном случае мы оставляем шестой накид на крючке. Мы его не провязываем. И вяжем второй столбик с четырьмя накидами. Находим петелечку рядом, вставляем крючок, вытягиваем нить и провязываем петля накид. Раз, петля накид. Два, петля накид. Три, петля накид. Четыре. Оставили все это на крючке. Делаем три накида и провязываем следующий столбик. То есть дальше мы делаем все то же самое, что я вам уже показывала. Ну, на третий раз точно вы запомните, как это делается. Следующий столбик с двумя накидами. Раз, два. И последний с одним накидом. Сделали. Соединяем. Смотрите. Первые столбики соединили, потом еще один. Соединяем наши последние два столбика. И у нас с вами остается три петли на крючке. То есть от элемента, от цепочки и наш накид, который был сделан для того, чтобы ниточка не висела. Мы захватили нить и провязываем все три петелечки вместе. Вот и все. И здесь у нас с вами ниточки нет. То есть элемент получается чистым. Да, в отличие вот от этой ниточки. Иногда на самом деле это важно. На этом урок можно закончить. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях. Всего доброго. До новых встреч. Продолжение следует...